вот первая домашняя задача она была про ортопроектор а нет про проектор не ортопроектора просто про проектор и про вычисление к нему сопряженного то есть у вас есть в это дисклидово или эрмитово пространство и у вас она раскладывается прямую сумму у и w вот они не обязательно ортогональны от любых пространства и у вас есть это оператор проекции на углу дольда в этой секторой переходит в проектор на угол да но я уже на лекции рассказывал что такой проектор сам самосопряжен тогда и только тогда когда у и w взаимно ортогональны мы знаем что p со звездочкой равняется p тогда и только тогда когда у ортогональна w вот это что был технический материал перед доказательством теорема лима и мискорангового приближения вот а теперь то есть в этом случае если у и w не ортогональны то у нас вообще говоря p и p со звездочкой не равны вот хочется посчитать p со звездочкой случае когда у и w не ортогональны что вообще получится вот про это была задача так если кто то кто и сделал я сделал отлично первое я это был данил ты из кучи да да я да да я окей все я я тебя узнал я тебя за фабрирус отлично это прекрасно вот она кстати я еще понял вот рома классную штуку сделал себя на потоке он открыл телеграм-канал самом начале курса вот и как выяснилось в телеграме все очень любят вывешивать свои фотографии какие они замечательные чем они там занимаются но как минимум можно очень быстро установить объекты между лицами и фамилиями вот я совершил оплошность что не сделал подобные процедуры вот это оказывается стоит так хорошо смотрите но по двойственности для подпространства мы знаем что у нас выполняется вот такой разложен так вот я хочу сказать следующее что вообще говоря ну что есть хочется доказать что тогда п со звездочкой он будет проектором на что на сейчас скажу видимо до был ортогональная дольку ортогональную вот это звездочкой тогда у меня будет делать следующее то есть это то есть если теперь вы это есть w штрих плюс штрих то п со звездочкой должен отобразить в на в и он должен отобразить в w штрих вот это то как устроено отображение п со звездочки вот ну там собственно предлагалось доказать вот этот факт вот давайте я поговорю просто о некоторых фактах которые я как-то не рассказал вот все время когда мы разбирались двойственным пространством и двойственным оператором на в со звездочкой мы там разбирали альтернативу фрейдгольма вот я хочу сказать что эта альтернатива фрейдгольма более полезна вот здесь в придом или в этом пространстве а именно если у вас есть оператор на пространстве в то вы можете сказать как связано ядро фи со звездочкой и образ и со звездочкой с ядром и образом исходного оператора а именно оказывается что ядро это будет ортогональное дополнение образу фи это будет ортогональное дополнение образ фи-созвездочкой это артекционный дополнительный к ядру фи. Ну, в частности, если, ну, то есть мы вот ровно в такой форме доказывали это утверждение, где фи-созвездочкой был оператор на в-созвездочкой, но если в-мне Евклидова и фи-созвездочкой определяются как вот, ну, или Эрмитова как сопряженный вот здесь, то ровно те же самые выкладки, они доказывают вот нужное утверждение и здесь. Просто в лоб. Если сейчас надо, я поясню. Вот. А теперь, смотрите, если у меня применить вот это рассуждение к П, то, смотрите, П был что? Это была ортогональная, это была проекция вот сюда, на образ. Образ — это У. То тогда П-созвездочкой это будет проекция на что? На ортогональное дополнение к ядру П. Ядро П — это W, ортогональное дополнение, это W ортогональное. Значит, вот. А что такое будет ядро УП-созвездочкой? Это будет керфи-созвездочкой, это будет ортогональное дополнение к образу П. То есть ортогональное дополнение к У. То есть просто глядя на этот факт, мы сразу понимаем, что должно быть вот это утверждение. Хорошо, но это была некоторая такая прелюдия, давайте теперь все-таки сделаем это аккуратно. Давайте я сначала поясню вот этот факт, а потом объясню, как из него просто устно решить вот эту задачу. Но есть ли вопросы сейчас на этом этапе у кого-то? Окей, хорошо, давайте тогда проверим вот эту вещь. Но прежде всего, значит, из-за того, что у меня φ равняется φ с двумя звездочками, если я дважды возьму сопряженный, получится то же самое, поэтому достаточно такая только одно из этих подтверждений. Ну и плюс двойственность, потому что я могу, например, во втором ортогональный дополнение переклинуть сюда. То есть достаточно такая, что образ φ со звездочкой ортогональный равняется ядру φ, но тогда ядро φ — это ядро φ с двумя звездочками. Я выбираю φ со звездочкой за старое φ, я свожу утверждение к первому. Есть ли кто-то, кто понял, что я сейчас сказал? Сведение второго к первому. Да, понятно. А есть ли кто-то, кто не понял, ему нужно повторить? Окей, то есть есть два человека, которым понятно, и есть остальные, которые не знают. Нужно им, чтобы я повторил или не нужно? Хорошо. Но, видимо, я как-то из места в карьер бросился, и, видимо, не сильно понятно получается. Но, значит, тем не менее, давайте посмотрим, как показано вот эту штуку. То есть второе, значит, к первому — это двойственность плюс факт, что φ равняется φ звездочке. Сейчас посмотрим. Ну, и аналогично они, на самом деле, эквивалентны друг другу. Первое, второе — благодаря двойственности и вот этому факту. Теперь смотрите, что происходит в доказательстве другого факта. Что такое ядро φ с звездочкой? Сейчас посмотрим, кстати, может быть, мне надо доказать второе, а не первое. Ядро φ с звездочкой — это, значит, множество таких v, что φ с звездочкой v равняется нулю. Но, когда φ с звездочкой v равняется нулю? Это то же самое, что множество таких v, что для любого u, u скалярно на φ с звездочкой v равно нулю. Ну, а здесь пользуемся тем, что этот сопряжен. Множество таких v, что для любого u, φ u, v равняется нулю. Но это по определению ортогональное дополнение к образу φ. Да, я угадал с тем, какой надо доказать. Просто это делается в лоб. Хорошо. Ну, а нововечно делается вторая штука. Просто сначала надо перекинуть ортогонное дополнение сюда по двойственности. То есть вместо того, чтобы доказать это, надо взять двойственное от левой, ортогонное дополнение левой от правой части и доказывать равенство x. Вот. И там точно такое же рассуждение, стартуя с φ, сфер φ, вместо φ со звездочкой. И при перекидывании отсюда у меня φ перекинется в φ со звездочкой. Теперь давайте перейдем к вот этой задаче. Смотрите, что значит, что φ проектор? φ проектор — это значит, что p в квадрате равняется p. Но. Значит, когда я беру звездочку, я могу просто проверить, что отсюда следует, что p со звездочкой в квадрате тоже равняется p со звездочкой. Это проверяется вот как, что звездочка, она коммутирует с произведением. Мы просто знаем, что звездочка от φ, си, то есть если у меня есть φ и ψ, то звездочка от них — это есть ψ со звездочкой на φ со звездочкой в обратном порядке. Это просто из определения. То есть перекинуть сразу φ, это сначала перекинуть φ, а потом перекинуть φ, и они станут в обратном порядке. Поэтому звездочка, она коммутирует, то есть если я возьму звездочку от правой и левой части в этом равенстве, то у меня будет p со звездочкой равняется p квадрат со звездочкой, а по квадрат со звездочкой — это p со звездочкой в квадрате. Поэтому p со звездочкой — это тоже проектор. И весь вопрос теперь понять, на какое подпространство это проектор, вдоль какого. А это уже делается с помощью вот этого. То есть в данном случае у p, у это было образом, W был ядром, поэтому у P со звездочкой W ортогонально будет образом, потому что оно ортогонально ядру исходного, а у ортогонально это будет ядром, потому что оно ортогонально образа исходного. Вот и все. Есть ли вопросы по этой задаче? Знаете, так вот. А кто считает, что он понял задачу? Вот я знаю два человека, о, так, отлично, все, вот как минимум уже 4, это уже хорошо, видите, как когда из 30 человек в группе так, стоять, у меня пропала трансляция, нет, ребят? Нет, все есть. Нет, все идет, я просто пропали элементы управления. Можно же две секунды посмотреть на равенство ядра оператора и вот на это. Спасибо большое. Я тебя, кстати, плохо слышу. Сейчас, Костя, ты был? Да, 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 я был. В какой-то момент у меня микрофон номер, все проще, сейчас нормально. Вот можно второй переход? От первой строки к второй. Там дальше понятно? Вектор равен нулю тогда и только тогда, когда его скалярное произведение с любым другим вектором равен нулю. Ну, потому что в качестве любого другого я могу выбрать его самого. Мы просто как-то странно делаем, потому что мы ставим фи со звездочкой и в как правый аргумент. Ну, это почему нет? Ну, видимо, мы это делаем, чтобы потом перенести обратно, сняв звездочку. Ну, я могу поставить влево, и звездочка переносится в... Здесь смотри. А, тогда мы найдем левое ортогональное дополнение. Да. Все, я понял, спасибо. Просто из-за симметричности скалярного произведения мне все равно, куда я пихаю звездочку. Хоть влево, хоть вправо. То есть у меня фи в у равняется в фи со звездочкой у. Но в то же время у меня в фи у равняется фи со звездочкой в у. И то, и другое верно. Просто потому что в Евклидном случае просто симметричностью пользуюсь и так, и так. А в Эрмитном случае, когда симметричностью пользуюсь, у меня появляется сопряжение, но оно появляется с обеих сторон, я еще раз сопрягаю и получается из первого-второго. Все, понятно, спасибо. То есть здесь вообще не важно, куда я ставлю. То есть не надо по этому поводу беспокоиться. Так. О, да, отлично. Судя по плюсикам, все нормально. А то немножко такая тишина. И я... Так. А, здесь какая у меня... Такая столбец у меня получился отлично. Кривенький. Так, значит, смотрите, давайте посмотрим, какая там следующая была задача. Следующая задача была такая. А, ну вот, собственно, да, задача 44.7 это вот та задача, которую я вам только что объяснил про образы и ядра. Значит, вот через 44.7 собственно 44.5 делается. Вот, отлично. Мы уже две задачи разобрали. Вот. Теперь 44.6 она вот о чем. что если у нас есть оператор Фи в Евклидовом или Эрмитовом пространстве, то у него есть У. Это Фи инвариантная, то тогда У ортогональная, оно будет Фи со звездочкой инвариантная. Мы использовали более слабую версию этого утверждения, что если Фи самосопряжен, то инвариантная остается инвариантным. И мы для движения использовали, что если было инвариантное, то ортогональное дополнение инвариантно относительно обратного. вот по сути что мы делали для движения ну а так как движение она объективно то им быть вариантом носить на обратно и все равно что вариант относительно самого оператор вот по сути что было так вот давайте ну а это делается в лоб то есть мы просто должны показать следующее что если у меня был вектор w из у ортогонального то со звездочкой w тоже должен быть из у ортогонального но что вот это означает это означает что нам дали что у w скалярно равно нулю а теперь что нам нужно получить что нам нужно проверить это что у на фи со звездочкой w равняется нулю но чтобы это проверить давайте то есть это вот это мы не знаем давайте посчитаем перекинув фи в левую часть получается вот такая вещь ну а здесь мы пользуемся тем что вот этот товарищ он лежит в у потому что у было у инвариантно а здесь пользуемся вот этим фактом это то что здесь но вот и все то есть это просто обобщение вот того факта которому выходит для самосопряженных операторов как связано ортогональное дополнение вариантность и фиши со звездочкой есть какие-то вопросы по вот этому отлично дальше следующая задача была на примере странного векторного пространства посчитать сопряженный оператор а а именно у меня были в качестве векторного пространства я беру пространство функций бесконечно дифференцируемых и периодичных на отрезке давайте 0 1 еще и они периодичные то есть f от нуля равняется от 1 вот такие функции ну я его обозначил по-дурацки так как ну я сейчас не знаю как лучше вот и у меня на нем скалярное произведение вводится как интеграл от нуля до единицы f от x g от x dx и меня на этом пространстве есть оператор d дифференцирование который каждую функцию переводит в ее производные и вот вначале хочется найти его сопряженный оператор вот дальше у меня есть оператор если я возьму h это какую-то функцию вы же на самом деле здесь является алгеброй то есть кольцом алгебра вы не считаете даже не слышали что такое но неважно есть оператор умножение на функцию каждый f переходит ваш умножить на f было определение алгебра на алгебре отлично я помню что когда я учился на первом курсе однокурсник стал что я когда открыл книжку венгерга увидел там определение алгебры решил что нет это слишком как-то стрёмно изучать алгебры на алгебре а потом у нас это было на лекциях и он очень сильно расстроился а вот а у хелемского в книжке по функциональному анализа там есть такая глава посвященная но алгебрической составляющей теории и там было так немного алгебры параграф 1 алгебры вот здесь такая же штука вот и значит мы хотим найти вот что два сопряженных оператора оператор сопряженных дифференцирования оператор сопряженных к оператору умножения на функцию ну давайте попробуем это проделать что такое значит найти оператор сопряженных дифференцирования это мы ищем оператору вот который благодаря такому равенству вот но здесь надо просто взять и расписать левую часть это будет интеграл от нуля до единицы f'g dx теперь если я проинтегрирую по частям то я получу fg от нуля до единицы минус интеграл от нуля до единицы g штрих дайте так вот fg штрих dx привет мотан но из-за того что мои функции были ли принимали одинаковые значения в нуле и в единице то вот эта штука равна нулю и в итоге то что здесь написано здесь написано следующее что здесь стоит скалярное произведение f и минус g штрих то есть таким образом d со звездочкой это просто минус d то есть на таких функций то есть сопряженных дифференцирования это просто есть обратных дифференцировать теперь с умножением на функцию все еще проще просто интеграл hfg dx я просто аж могу переписать вот сюда это будет fhg поэтому оператор умножения на функции к нему сопряженный это будет тот же самый оператор умножения на функции это самосопряженный оператор это аналог диагонального на самом деле диагональной матрицы в этом для конечномерного случая то есть вот диагональная матрица соответствует здесь оператор умножения на функции вот и теперь было еще вот какое там задание что у нас есть оператор такой h и т на d и т это фи оператор и от нуля до n и найти сопряженный к нему но сопряженный к нему ищется просто вот по какому правилу что сопряженный к нему считается вот так дальше взять и сопряжение это линейная процедура то есть я могу вынести вот ну и как я уже говорил с умножением сопряжение связано как она переставляет все множители поэтому здесь получается d со звездочкой в степени и на оператор умножения на h со звездочкой вот ну и мы знаем теперь что это такое будет сумма по и от нуля до n здесь будет минус 1 в степени и d и т h и т вот так вот выглядит сопряженный дифференциальный линейный оператор önтого порядка с переменными коэффициентами ашки вот и когда-то в我在 этих анализы feel the fur Νaac начинает обсуждать всякие двойственные задачи точки зрения функционального анализа это вот означает что вы когда рассматривать линейный дифференциальное уравнение мы рассматривали faire немного такого оператора и двойственная задача значит что вы взяли двойственный оператор и рассматрид 이제 Nigro двойственного оператор ну и откуда берутся информация между решениями этого и этого уравнения это вот как как раз вот этот факт, что решение двойственного уравнения это то, что ортогонально в смысле вот такого скалярного произведения в виде интегрирования образу того дифференциального уравнения и наоборот. То есть дифференциальное уравнение по нормальному изучается с помощью вот таких вот трюков и бесконечно мерной линейной англуры, которую называется функциональный анализ. Ну, здесь хотелось просто, чтобы вы посчитали для нестандартного скалярного произведения такие вещи. Есть ли вопросы по этой задаче? нужно ли мне что-то повторить пояснить включая философию какую-то хорошо тогда давайте перейдем к следующей задачи если кто-то не такой глазастый он там не заметила этого то посчитать сопряженное отображение быстрее чем в каком-то базисе посчитать матрицу и транспонировать звездочку взять это оптимальный способ это про какую задачу но вообще в целом ну смотри во первых вот для этого конкретно последней задачи матричный способ не подходит потому что пространство бесконечно мерно поэтому здесь ты не справишься с помощью матрицы вот вообще по определению сопряженный оператор считается так ты вот должен что-то проделать вот с этой штукой избавиться от оператора в левой части так чтобы возникло что-то в правой части и каждый раз тут надо пользоваться вот чем-то в определении не значит скалярного произведения просто когда скалярно как мы например находили матрицу что смотрится скаляр что матриц сопряженный оператор будет а транспонированы просто говорили следующее что в конечномерном пространстве когда скалярное образование стандартное то когда ты вот рассмотришь такую штуку и то есть вот такая штука убрать лишнюю загогулина но и тогда ты просто вот здесь ты пользуешься как раз вот интегрирование по частям вот и у тебя получается вот вот эта формула то есть ты все равно влез в определение матрицы и избавился от этой штуки в левой части и перенес ее в правую часть вот по сути что здесь делал я сделал ровно то же самое когда вот работал вот вот с этой штукой то есть я взял у меня было дифференцирование в левой части а в левой теперь я хочу чтобы f было без дифференцирования чтобы она стояла как есть ну я знаю труб интегрирован по частям и вот как бы воспользовался и и тогда вот справа мне возникло минус дифференцирование поэтому умерла в таких пространствах бесконечно мерных это в каком-то смысле искусство да это действительно то есть там и вообще вот весь функциональный анализ он по сути посвящен изучению вот операторов бесконечно мерное пространство и как там связаны оператор сопряженный оператор как вот там по одному искать другой ну то есть это не всегда очевидно как сделать просто есть огромное количество примеров которых понятно как это делается потому что люди уже миллион раз проделали а дальше по аналогии в похожих ситуациях ты можешь это сделать вот в общем случае там принципе не очень понятно как задавать произвольные операторы то есть начнем с этого что есть некоторая такая проблема фундаментальная что как вообще их там задавать поэтому может вылезти так такое что ну вот некоторые вещи особо не задашь и вот я не знаю встречали ли нет там всякие такие штуки как интеграл в смысле главного значения в это анализа нет это вот задача не было по моему скользко только просто это откуда все полезно это все как раз полезно из того что вот ну по сути люди считали некоторые операторы сопряженные некоторым другим оператором в подобных функциональных пространствах вот и в итоге выяснялось что там надо вводить некоторую процедуру которая не совсем интеграл а вот интеграл в виде главного значения и так далее этот пример того что когда вы начинаете чего-то знакомого там результирующая сопряженный оператор может оказаться каким-то полным безобразием вот то есть там проблема именно с тем что вообще как задать эту дрянь поэтому ничего лучше чем вот то что попытка перекинуть нету просто воспользовавшись определением скалярного определения так теперь задача в которой была непонятная формулировка привести главным осям это вот что такое когда у вас есть ой в евклидово ну и на самом деле эрмитово пространство вот давайте мы вам выдали били нейную форму ну пусть давайте вот для определенности обучать евклидово чтобы сейчас не не писать все дважды пусть у вас есть били нейная и симметричная форма мы тогда знаем что такая били нейная форма она однозначно соответствует некоторому линейному оператору вот с помощью вот такой процедуры а пардон не туда записал он еще такой процедуры при этом фи будет самосопряженный но это пока присказка а теперь смотрите что означает привести к главным осям били нейную форму привести главным осям били ней на форму это означает надо найти я один е н ортонормированный байз такой что в этом ортонормированном байзе матрица для били для нашей симметричной били нейной формы будет диагонально то есть мы находим базе с я один е н в котором одновременно диагональны две значит били нейной формы первая били нейной формы скалярное обрезание она там просто единичная и 2 били нейная форма это вот эта бета которая дана но это делается так мы это делаем с помощью вот вот этой связи что мы знаем ну по простому это говорит следующее что давайте я вот выберу как наш все равно все это задано в каком-то базе в каком-то базе моя били нейная форма сдаются просто матрицы и это значит симметричная матрица и тогда я просто могу рассматривать оператор ровно с этой же матрицей и у меня есть просто алгоритм диагон но диагонализация оператора атрофи из rn в rn x переходит в bx и я делаю следующее я нахожу ортонормированный базис ортонормированный байз с которым матрица вот это товарища становится диагональной и будут собственные значения этого оператора стоять на диагонали но из-за того что я новый базис хотел ортонормированным то но я дерьмо матрица перехода к нему это так все в стандартном базе записано это будет просто матрица составленная то есть эта матрица перехода от стандартного байса к байсу е1 е дать я сделал со штрихами чтобы не пудется стандартным вот то есть эта матрица перехода вот стан а это уже стандартный и это матрица перехода она будет портогональная вот поэтому если я значит ну как бы матрица оператор смеется по правилам минус 1 bc матрица это смеется c транспонированная bc но так как цель минус перец транспонировать одно и то же значит что когда я перейду к этому байсу матрица для бета она станет ровно такой же как у матрица вот это оператор то есть она будет диагональная с вот этими лямбами на диагонали ну и собственно вот это то что надо было проделать в этой задачи просто применить диагонализации симметрично билинейной формы вот с помощью вот этого наблюдения данил я надеюсь что сейчас стало понятно что надо было делать вот это называется приведение к главным осям то есть мы знаем что мы можем диагонализовать билинейную форму в каком-то баллисте но этот байс не обязательно арт нормированный вот а здесь оказывается что мы всегда можем любую билинейную форму симметричную диагонализовать в арт нормированном байсе и вся как бы борьба здесь в том чтобы сделать это вот с помощью именно в арт нормированном байсе то есть по сути мы делаем какие-то там повороты и может быть одно отражение вот и в результате как бы вот таких вот движений мы приводим любую симметричную билинейную форму диагонали это очень важная вещь это то что называется диагонализация одновременно двух билинейных форм одна из которых скалярно положить напрямую скалярно напрямую другая какая-то главное чтобы симметрично было вот это там часто используют всякой геометрии в том числе и венциальной геометрии такие вещи как первая-вторая квадратичные формы которые отвечают за то как поверхность изгибается вот и собственно для того чтобы понять характеристики изгибов поверхности нужно диагонализировать эти две квадратичные формы одновременно вот это вся всякая физика поверхностей она тоже на этом основе так хорошо так я думаю если какие-то вопросы по этой задачи то есть она просто было посчитать один раз в очередной раз одно и то же многочлен собственное значение это нормированный собственный базис ну и наверно последний интересную задачу значит последняя задача так сейчас я вспомню как она поформулировать как в каком виде вам герри я сказал а окей я вот в таком виде парите вот есть такая задача про нормальные операторы вот если у вас есть в эвклидово или эрмитово пространство пусть фи у вас оператор из вв что значит что фи является нормальным оператором это означает что фи со звездочкой фи равняется фи на фи со звездочкой вот это означает что фи нормальный опять же как это понимать непонятно но значит примеры на я поясню на самом деле примеры нормальных что фи со звездочкой равняется фи в минус первой то есть движение тогда фи нормальный и 2 если фи со звездочкой равняется фи то есть самозапряженный то тогда фи тоже нормально то есть вот так кажется что движение самосопряжённый оператор они являются частным случаем некоторого более общего класса операторов которые вот такому свойства что сопряжённость коммутирует сходным и вот у нас если вы обратили внимание на теорию которую мы доказали про движение и про самосопряжённый оператор там всё делалось по аналогии что одно делается аналогично другому по сути это вот что означает это означает что мы пишем одно и то же доказательство про какой-то более общий класс операторов но при этом не используем более общий класс операторов это на самом деле вот эти вот нормальные операторы критерии то есть важная вещь про нормальные операторы следующие что оказывается что оператор fi нормален тогда и только тогда когда он диагонализуем в некотором ортнормированном байз то есть существует е1 е н ортнормированный баяс так что матрица fi становится диагональными там обязательно уже вещественные числа будут на диагонали как мы знаем то есть движение на диагонали просто получается числа по модулю равна единице самосопряженного оператора на диагонали получается числа вещественные вот да и это утверждение не про диагонализуемость верно только пермит в эрмитовом случае я прошу прощения это не сказал ну потому что вообще вопрос диагонализуемости над алгебрически замкнутым полем это такая паршивая штука то есть его можно по-нормальному сформулировать аналог для r но там не нужно понятие полупростого оператора про который я ничего не хочу говорить вот там вместо диагонализуемости есть условия полупростоты то есть это все тоже известно и это все в основном всплывает во всяких теориях представлений групп вот когда люди или когда всякие вполне приводимое представление или теория артеновых колец про разложимые модули значит вполне приводимые модули называемый вот это то куда все это уходит но по нормальному это все начинается с того как вот определить аналог диагонализуемого оператора в векторном пространстве на дне алгебрически замкнутом поле а в итоге превращается в теорию всяких там вполне приводимых модулей полупростые модули полупростые представления и так далее и так далее так вот значит смотрите то есть на на c получается самосопряженный оператор в эрмитовом пространстве этот просто диагонализуемый оператор в нормальном байсе вот окей так ну и по сути вот то что мы делали когда доказывали в эрмитом случае теорему о диагонализации движений самосопряженных операторов это мы проделали вот эту вещь и теперь я хочу значит вот какую штуку сказать что вот задача которую я задал это очень важное свойство самосопряженных нормальных операторов что наберет следующее что у если оператор нормален то есть фи-задежка коммутирует то у них одинаковый набор собственных векторов то есть вот эти я один ем собственно это будет боятся собственных векторов и просто фи будет действовать с помощью умножения на лям до фи-задежка будет действовать умножение на лямбе с чертой каждого этого вектора и вот хотелось без всяких общих классификационных теорем показать этот факт ну и собственно сама задача то есть если у вас есть фи оператор в эрмитом пространстве значит и так что он нормален то тогда следующие два условия эквивалентны первое да ну давайте сделаем так я скажу следующее что в у меня вектор из пространства в то есть я его сюда добавлю в исходную формулировку тогда эквивалентно два утверждения первое фи в равняется лямбда в где лямбда некоторое комплексное число и фи-задежка в равняется лямбда с чертой в где лямбда некоторое комплексное число ну то же самое лямбда то есть я хочу сказать что если вы был собственным для фи собственным значением лямбда то отсюда следует что в собственный для фи со звездочкой собственное значение лямбда с чертой и наоборот то есть вот эти две вещи они эквивалентны вот но при условии что оператор фи был нормальным в эрмитовом пространстве значит если у нас пространство не эрмитова сразу скажу а евклидовым то утверждение упрощается в том смысле что фи в равняется лямбда в тогда и только тогда когда фи со звездочкой в равняется лямбда в но просто любое лямбда у нас просто становится вещественным числом и тогда черта пропадает то есть евклидом пространство то же самое но просто без дополнительного сопряжения вот а если кто-то кстати задачу делал и сделано отлично хорошо так если какие-то вопросы по формулировке могу ли я приступать к объяснению почему это работает можно маленький комментарий короче забавно получается что если у нас для фи и фи сопряженное выполнено какое-то равенство то и для собственного значения тоже выполнено это равенство ну то есть когда там движение самосопряженный то есть у нас получалось что собственное значение вещественное то есть типа мю равно сопряженное от мю и то же самое для оператора это на самом деле не просто замечательное совпадение смотри вот условия коммутирования вообще давай так вот по-хорошему операторы в векторном пространстве это наблюдаемые квантовой системы у них вот есть физический смысл коммутирующие операторы это те которые можно наблюдать одновременно то есть это прямо то что ты два прибора который ты можешь одновременно замерить они не зависят результат измерения от порядка и поэтому вот эти вещи они должны но и опять же когда эти операторы коммутируют значит они должны одновременно диагонализоваться если каждый их диагонализуется и значит в этом случае когда все коммутирует то твои операторы должны проразиться просто диагональные матрицы грубо говоря а вот эта операция звездочки должна проразиться вот обычную операцию комплексного сопряжения но потому что распонирантом должно пропасть Поэтому это естественно ожидать, что у тебя спектры, которые φ со звездочкой и спектр φ связаны самым естественным образом. Что в случае нормальности, ну, вообще вот у тебя есть такая, что спектр φ со звездочкой это просто спектр φ, и ты его взял с опряг. Это вообще общая вещь. То есть это можно просто показать вот такую вещь, что спектр φ со звездочкой это спектр φ, и он весь чертой. И вот функциональный анализ, он больше внимания уделяет спектрам, потому что там спектр — это не только собственные значения для бесконечно мерных пространств, когда там есть операторы. Там есть еще другие причины, не только наличие собственных векторов, для того, чтобы оператор φ минус λ дайди был необратим. Там есть еще непрерывный, остаточный спектр, там потом есть такие ядерные спектры и куча-куча других. И вот именно на изучении спектра основано изучение всяких всех возможных операторов. Но просто это как бы непростое совпадение. Это как бы очень естественное явление, которое там изучает целая наука. А вот это мы можем просто в лоб доказать, как бы это вообще не проблема. Это вообще для любых верно. Это вообще для любых верно. Да, это для любого φ, не обязательно φ, и цедочка должен коммутировать. Бонус вот этого утверждения заключается вот в чем, что не просто у них собственные значения есть λ и λ с чертой, а вектор собственный тот же самый будет. Просто вот здесь это говорит следующее, что если у тебя λ было собственное для φ, то есть у тебя φv равняется λv, то тогда найдется какой-то у, что φ со звездочкой у равняется λ с чертой у. Но у будет вообще, говорят, другой не обязательно равен v. Это в общем случае. А здесь, когда φ и φ со звездочкой коммутируют, оказывается, что тот же самый вектор v будет собственный для определенного собственного значения. То есть здесь бонус именно вот в этом. Спасибо, Павел. Так, хорошо. Давайте. Ну и почему, кстати, вот эта штука так делается? Это просто потому, что когда вы рассматриваете, например, матрицу вашего оператора, у вас a-λambda id дед равно нулю. А когда вы хотите рассмотреть сопряженный оператор, это оператор a с чертой транспонированное минус μe дед равно нулю. Ну и как перейти от этого к этому? Вы должны просто сопрячь вот это уравнение, и тогда оно превратится в дед от a с чертой минус λ до с чертой e равно нулю. Но опять же, вы можете добавить транспонирование, потому что оно не изменит. Ну и тогда получается вот это уравнение равносильно вот этому уравнению. То есть если у вас λ был корнем для оператора φ, то, соответственно, мы видим, что λ с чертой становится корнем для оператора a с чертой транспонированного. То есть если это в ортнормированном биосе посчитано, значит, что это корень для сопряженного оператора. Ну и, соответственно, выполняется переход в обратную сторону. То есть это объясняет, почему спектр φ и спектр фи со звездочкой связано вот так, как я здесь написал. Вот это делать через вот это, в конечномерном случае. В бесконечномерном случае это тоже можно сделать без всяких армога-членов, но просто неохота с этим возиться. Хорошо. Давайте тогда докажем вот это утверждение. Это непосредственно то, которое мы хотели показать. Ну, смотрите. Блин, Маш, так немножко попу. Значит, у нас мы хотим показать вот такую вещь. Мы хотим показать, что вот φv равняется лямбда v, тогда и только тогда, когда φ со звездочкой v равняется лямбда с чертой v. При этом мы знаем, что φ и φ со звездочкой коммутируют. Опять же, общая идея. Когда у вас есть какой-то факт про φ со звездочкой, вам надо его попытаться переформулировать так, чтобы φ со звездочкой встретилась внутри скалярного произведения. Давайте попытаемся переформулировать вот эти два равенства в терминах скалярного произведения. Когда у вас есть равенство векторов, его всегда надо переформулировать в виде равенства нулю. А когда у вас какой-то вектор равен нулю, это тогда и только тогда, когда его длина равна нулю. Ну, а это уже формулируется в терминах скалярного произведения. Значит, что вектор скалярного на себя дает 0. Вот я переформулировал вот это вот все хозяйство. Но теперь смотрите, какая штука. Теперь здесь у меня происходит вот что. Здесь у меня написано φ минус λ id в скалярный на φ минус λ id в. Давайте я обозначу φ минус λ id за ψ. Тогда смотрите. То, что здесь написано, это φ в скалярном на φ в. При этом давайте посчитаем, что такое φ со звездочкой. Я хочу сказать, что φ со звездочкой это будет φ со звездочкой минус λ с чертой id. Ну, потому что взятие звездочки, оно аддитивное, а от φ звездочкой превращается φ звездочкой, от λ id просто по определению можно посчитать, что если λ u v, это то же самое, что u λ с чертой v. Потому что, ну, мы когда λ выносим наружу из первого аргумента, оно вылазит как λ с чертой, и потом мы его засовываем во второй аргумент. Здесь как раз это раньше означает, что тут мы λ id применили к u, а тут мы λ с чертой id применили к v. Это означает, что λ id сопряженной будет λ с чертой id. Поэтому сопряженной к этому, это будет вот такое. Вот тут и появляется черта. Вот. И более того, мы видим, что если φ коммутировали и ψ, то φ и φ со звездочкой коммутировали, то ψ и ψ со звездочкой коммутируют, потому что мы сдвинули все на какие-то скалярные операторы, которые коммутируют со всем чем угодно. То есть у нас в том числе есть равенство вот это. То есть это тоже нормальный оператор. Ну, а теперь делаем следующее. Это равно чему? Я переношу вот сюда ψ. Теперь пользуемся тем, что ψ и ψ со звездочкой коммутируют. Это равно этому. А теперь переносим вот это сюда. Ну, а теперь расписываем вот это. Вспоминаешь, кто такой ψ со звездочкой. То есть здесь написано φ со звездочкой минус λ с чертой id v, скалярно на φ со звездочкой минус λ с чертой id v. Ну, а это означает, что просто φ со звездочкой v минус λ с чертой v скалярно на φ со звездочкой v минус λ с чертой v. То есть мы получили, что исходное вот это скалярное произведение, оно просто равняется вот такому скалярному произведению. Поэтому мы получаем, что вот этот вектор равен нулю тогда и только тогда, когда длина φ со звездочкой v минус λ с чертой v равно нулю. Но это означает, что это тогда и только тогда, когда оно вот... Ну, то есть это означает ровно то, что нам надо. Так, есть ли вопросы? Потому что я сейчас рассказал. Есть один вопрос. А вот равно, которое после вот стрелочку там нарисовал, вот следующее после этого. Нет, вот пониже. Вот эта строчка, да. Правда же, что оно... Вот если бы у нас не было равенства нулю, то нам еще сопряжение надо было навесить. Нет, нет, здесь не надо никакого сопряжения навешивать. Еще раз. Кермитова или... А это неважно. Смотри. Давай так. Поопределить... Давай, еще раз. φ в у равняется по определению v ψ со звездочкой у. Так? Да, да. Но левая часть равняется у ψ в с чертой. Правая часть равняется ψ со звездочкой у в с чертой. То есть это равно этому. Ну а теперь я беру и сопрягаю обе части. Ну и теперь я могу поменять местами слагаемые. Ну то есть... Да, я понял. Все, спасибо. То есть у нас два сопряжения, они как бы уничтожают. Да, да. То есть у тебя... Ты и здесь поменял порядок, и здесь. Они поэтому уничтожают друг друга. Поэтому... То есть фишка вот в том, что внутри скалярного произведения пхи ты можешь переносить в любую сторону. Справа на лево, слева направо и заменить его на звездочку. И наоборот звездочку переносить вправо и снимать ее. То есть... Ну а если это сделать непосредственно, то это означает следующее. Я вот тут меняю аргументы местами, появляется черта. Переношу ψ направо, а потом еще раз меняю аргументы местами и черта пропадает. Дима, это еще можно по-другому увидеть. Можно просто сказать, что фи от пси с двумя звездочками это пси. Что еще раз? Можно это увидеть из того, что пси с двумя звездочками это пси. Пси с двумя звездочками это пси? Что именно увидеть? Пси с двумя звездочками это пси, поэтому можно перенести. Одна звездочка пропадет. А, окей. Окей, да, хорошо. Согласен, но тот факт, что π с двумя звездочками это π, он по сути доказывается вот ровно этим фактом. Просто вот это равенство, это означает, что π с двумя звездочками... Вот этот вектор по определению это звездочка к этому. Просто я по сути этот факт и доказал, что π с двумя звездочками это есть π. Но да, это было полезное тоже замечание. Фух! Мы сделали это. Вот. Мы пробили эту задачу. Кстати, я хотел сказать, что в США была задача, которая вот использовала вот это свойство. Там было так, что дана матрица А, такая, что А и А транспонированная коммутируют. И там что-то надо было посчитать. И вот, собственно, зная вот этот факт, что тогда раз А и А транспонированная коммутируют, то тогда у них любой вектор, любой собственный для одного является собственно для другого, она там мгновенно решала задачу. Вот. Окей. Так. Ну что, с этим домашним заданием покончено. А, да, вот это надо было перейти наверх. Ну ладно, я потом отредактирую доску. Смотрите. Так. Насколько я помню, у нас там были долги по другим домашним заданиям. Есть ли желание? Давайте не будем про плохое. Это к чему, Антон? Не будем про векторные произведения и про проективные? А, про шатк. А, то есть ты уже столкнулся с этим явлением, да? Ладно, ты. Это же прекрасно. Желание учиться в таком месте. Почему нет? Там каски сложные очень. Сложно? Но это это хорошо. Это и прекрасно. Это и прекрасно. Потому что, когда легко, это значит, что ты не прогрессируешь. Это значит, что то, что ты пытаешься делать, оно тебя не развивает. Я не буду дальше прогрессировать, если я не пройду туда. Не, ну как бы нормально. Я думаю, все получится. Все так. Хорошо. Так, даже я по молодости туда ходил. Мишу Левина слушал. Вот, так что эта штука полезная. Там просто семинары Миши Левина. Я не знаю, он сейчас там читает, семинары ведет? Я не его знаю. Не услышал? Я не знаю. А, не знаешь? Просто вот он, когда еще это все только началось. Вот. Там он Макс Бабенко читал алгоритмы, а Миша Левин вел семинары. Я помню, там вот этот первый семинар по алгоритмам от Миши, он мне научил программирование. Вот за это, вот я помню, за этот тупой вопрос, он на него отвечал минут 15. И за эти 15 минут я вот про программирование узнал больше, чем за всю свою предыдущую жизнь, которую, которая у меня была. и которой я занимался хоть в том или ином виде программирования. Вот. Поэтому это был, наверное, самый полезный просто опыт пересечения с программированным, который у меня был в моей жизни. Вот. После этого я понял, как этим правильно заниматься, что нужно правильно, как правильно думать, что нужно делать для того, чтобы прогрессировать без чьей-либо помощи посторонней. Вот. Хорошо. Вопрос. Хотите ли вы разбираться с долгами за предыдущие домашние задания? Там было одно, которое я пропустил. Или мы хотим векторные произведения и что-нибудь связанное с проективным пространством? Я уже старые домашки, если честно, забыл, поэтому, кажется, лучше векторные произведения сегодня были. Ага. Я понял. Еще заказы будут? То есть никто не против, если мы сейчас поговорим о чем-нибудь новом? Оно это старое домашнее или векторное произведение? Жень. Домашка? Окей. Хорошо. Забиваем на противную домашку и занимаемся чем-то интересным. Кстати, я хотел еще вот пару замечаний, как их сделать, про финные пространства, про которые мы говорили в прошлый раз. Я вот что хотел сказать, что вот мы с вами разбирали всякие штуки такого сорта вот есть в векторном пространстве. Я беру плоскость, провожу мне через начало координат. вот. Это вот у вас линейное, то что называется, линейное многообразие. Ну вот, например, в R3 я могу провести плоскость, я могу ввести какую-нибудь точку P. И вот тогда можно говорить о расстоянии под точки до, скажем, линейного многообразия. Вот я на лекции там поговорил про эти дурацкие формулы, как там все делается. Вот. Но давайте поговорим про измерение расстояний вот в R3 со стандартным скалярным произведением. Вот. Какие там есть задачи, как вообще они решаются и при чем тут векторное произведение. Вот. Вот, например, то есть есть несколько задач. Первая – это расстояние от точки до плоскости. Дальше есть задача расстояния от точки до прямой. точка прямая. Дальше есть задача про вычисление расстояния между двумя прямыми. Давайте я их синими нарисую, чтобы у меня расстояние между двумя прямыми. И вот давайте посмотрим, как эти задачи решаются. Но задача про вычисление расстояния от точки до плоскости. Я все-таки нарисую так вот то, между чем и чем я нахожу расстояние. Нарисую синим. Значит, то ну вот чем у вас задана вот эта штуковина? Она задана как некоторое там Q плюс не S, а L. Как Q плюс некоторое S, где S – под пространство. То есть у вас есть некоторая точка Q, которая лежит. И S – направляющая подпространство. Есть точка P. И вы хотите найти расстояние от точки до подпространства. То как эта задача решается? Вы, по сути, должны перенести начало координат вот в эту точку. Вот это сделать началом координат. То есть и теперь подвесить вот здесь ваш новый байос и решить задачу считая вместо точки P рассматривая как вот вектор, который растет из Q в точку P. То есть таким образом расстояние от значит только ρ от точки P до L это будет то же самое, что расстояние от точки P-Q до S. Ну а здесь это можно вычислить вот каким образом. Смотрите, мы можем взять, ну давайте я еще раз картинку нарисую, мне не очень нравится, как это получилось. Я хочу плоскость теперь нарисовать горизонтально. То есть теперь, когда я ищу расстояние от какой-то точки, в данном случае это у меня давайте V которая есть P-Q до плоскости в трехмерном пространстве. Но расстояние до гиперповерхности искать легко. Нам надо взять нормаль. Существует ортогональное дополнение к синей плоскости, она одномерная. И тогда расстояние считается так, нам надо спроектировать вот эту штуку на нормаль и длина этой проекции это и будет то, что нам нужно. Но как ищется длина проекции? Ну это значит V скалярно с N и поделить на длину N. Ну и надо взять модуль вот этого выражения и вот это и будет нужное расстояние. И таким образом ну и теперь мы подставляем вместо V это P-Q скалярно на нормаль длина и поделить на длину нормаль. И теперь весь вопрос как искать нормаль. Ну у вас есть два варианта. Либо вот это направляющее подпространство задано уравнением значит однородным. Ну и тогда коэффициент этого однородного уравнения это и есть нормаль. Потому что это S может быть задано как множество таких V что N скалярно на V равно 0. То есть это задано в виде уравнений. Но также ваше S может быть задано в виде линейной оболочки двух векторов V и U. То есть вот у вас будут два вектора V и U. То тогда нормально можно получить просто как векторное произведение V и U. То есть если они вам даны то век позволяет нам очень быстро вычислить нормаль. Вот. И в частности тогда вот эта формула которая здесь написана она превращается в формулу такую P-Q здесь U1-U2 векторное поделить на U1-U2 векторное вот это расстояние от точки до вот этой штуки. То есть вы просто сдвигаете начало координат в точку Q которая у вас теперь вот здесь и значит шуруете обычную. Ну и можно опять же увидеть что сверху написан объем параллепипеда натянутый на вот это вот это и вот этот вектор и опять же мы эту формулу уже проходили то есть это то же самое что объем параллепипеда натянутый на P-Q O1 O1 O2 и поделить на площадь основания что есть длина векторного образования O1 и O2 То есть я сейчас буду произносить все формулы которые мы и так уже знаем просто я буду переписывать на разный другой манер Вот это куча способов как переписать на разный манер одну и ту же формулу про расстояние То есть первое что мы сдвигаем многообразие так чтобы вот эту точку на нем выбраться начала напомню что вот когда мы эту штуку применяли то знак вот этой штуки V скалярного на N он отвечал за то V лежит по ту же сторону от этой плоскости что и N или по другую То есть знак если положительный то V лежит по ту же сторону если знак отрицательный то он лежит по другую сторону Ну и когда знак равен нулю это когда вектор попал на эту самую плоскость Вот Таким образом вот то что мы здесь вот эта штука она позволяет нам такой ленинный классификатор делает что по одну сторону или по другую еще говорит на каком расстоянии Вот если нормаль был нижней длины то формула еще сильнее упрощается Так есть ли вопросы по вот этому случаю Хорошо теперь давайте поговорим про расстояние от точки до прямой Значит когда у меня есть в трехмерном пространстве прямая и точка и я хочу найти вот это расстояние Но опять же как у меня задана моя прямая Значит она может быть задана какой-то точкой и направляющим вектором Значит то есть вот это значит моя прямая L это есть какая-то точка давайте Q плюс линейная оболочка вектора А это вот вектор А А вот это точка П Но чтобы найти значит вот эту штуку опять же как бы картинка которую можно использовать это через площадь вот такого параллелограмма а именно мне нужно рассмотреть два вектора вектор P-Q и вектор А направляющий вот ну то есть опять же это сдвиг я просто могу сдвинуть начало координат сюда в точку А вот но может даже без этого просто глядя сюда я вижу что если я возьму вот эти два вектора то я могу посчитать площадь этого параллелограмма как длину векторного произведения P-Q и вектора А а потом поделить это на длину вектора А направляющего и таким образом получится расстояние от точки P до прямой L потому что это будет площадь сверху площадь параллелограмма а внизу это площадь основания то есть длина основания и получается высота более того эта формула она как сказать если бы векторное пространство существовало бы в других размерах оно бы существовало бы всюду но ее можно переписать в виде объема то есть просто двумерный объем натянутый на P-Q и A и поделить на длину вектора А тогда вот эта формула это та же самая формула просто без векторного произведения она работает уже в любом пространстве любой размерности любой размерности N но вот это это ее как бы выражение через векторное произведение так если по этой штуке какие-то вопросы окей тогда остается еще одна вещь как искать расстояние между двумя прямыми причем прямые могут быть скрещивающиеся могут быть пересекающиеся вот единственное она не будет работать когда они параллельны то есть если у вас есть две прямые которые не параллельны вот так вот проходит значит это у вас L1 это L2 и пусть L1 задна как P плюс A L2 задна как Q плюс B значит ну вот пусть у вас есть вот эта точка P и вот это B вот эта точка Q и вот это вектор A то как найти расстояние между этими штуками да я считаю что у меня L1 не параллельно L2 ну значит что это значит это значит что их направляющие пространства не равны то есть A направляющие пространства не равны так хорошо смотрите как тогда искать вот эту штуку ну я хочу сказать следующее что если ну вот картинка которую мысль надо составить я могу перенести первую прямую вниз а вторую прямую наверх получается две плоскости на которых лежат обе прямые эти две плоскости будут параллельны вот и поэтому так как это две параллельные плоскости которые содержат наши прямые то расстояние будет по сути равно расстоянии между этими плоскостями но как его посчитать его можно посчитать так что я возьму вот такой вектор вот такой вектор и вот такой вектор и перенесу вот это вот сюда вниз и тогда на эти три вектора можно натянуть параглепипед то есть у меня есть вектор Q-P вектор а и вектор b я могу взять объем этого параллелепипеда но из трехмерного пространства просто смешанное произведение то что у меня есть написано смешанное произведение и дальше я могу поделить на площадь основания то есть вот это основание и площадь основания это просто вектор его она дается длиной векторного произведения а b таким образом этот штуком дает расстояние между прямой l1 и l2 она работает даже когда расстояние равно нулю то есть когда они пересекаются просто верхний объем будет район нулю единственная формула не работает когда векторное произведение а это случается в точности когда вектор а и b они параллельны друг другу вот поэтому как бы это единственный случай когда они параллельны друг другу но там все равно что сводится к случаю расстояния от точки до прямой вот если здесь какие-то вопросы дима вот такой вопрос а вот мы сейчас и делаем а тут разница и чтобы в общем случае это все сводится просто метод наименьших квадратов когда у нас есть два афинных пространства нет это окей да вопрос про вычисление проекции да это просто вычисление проекции метод наименьших квадратов действительно так и работает просто я хочу сказать что в трехмерном случае вот этих формул у них есть специальные виды связанные с векторным произведением не просто и смешанным и просто полезно как бы видеть эти форму что просто понимать где когда возникает вектор на и так далее что если этого не проговорить я это очевидно но если это явно не проговорить горловый сторону думать не будет просто бывает что вот такая формула и очень полезно в использовании то есть вот я сейчас просто формулировал три уже известные понятно как считать формулы но но главное просто их увидеть. А теперь давайте вот что обсудим. Если я возьму пространство R3, я зафиксирую в нем какой-то вектор A, не нулевой. И у меня есть отображение. X переходит в векторное произведение AX. Это линейное отображение, линейный оператор. Давайте посчитаем его ядро и образ. И поймем, как он действует. Давайте посмотрим, как устроен его ядро, как устроен его образ. И вообще поймем, как он действует. Ну, имеется в виду R3 со стандартным скалярным произведением и фиксированной ориентацией. Давайте я нарисую картинку. Значит, тут у меня есть вектор A и есть к нему ортогональное дополнение. Так вот, смотрите. Предположим, и давайте я сейчас сделаю следующее. Я посмотрю, как я действую на векторе A с помощью моего векторного произведения, с помощью оператора FI, и как я действую на любом векторе из синей плоскости. Смотрите, если мне дали вектор A, то он переходит в A, вектор на A, это есть 0. То есть вектор A замыляется с помощью моего оператора. Хорошо, теперь давайте возьмем произвольный вектор вот здесь. Вектор X, который лежит в этой плоскости. Он по определению у нас ортогонален вектору A. Окей? Так вот, тогда что такое векторное произведение A и X? Это вектор, который будет перпендикулярен A и X. Его длина будет равняться площади вот этого параллелограмма. А так как угол здесь 90 градусов, то это будет длина A умножить на длину X. И он будет смотреть вот сюда, в эту сторону, так, чтобы тройка A и X векторное произведение было положительно ориентировано. То есть AX, это будет вот этот вектор. Вот, то есть, ну и его длина равна вот, то есть произведение длины A и X. То есть в частности, если бы, например, да, то есть это получается, что происходит? Это поворот на угол 90, то есть в итоге это получается поворот на угол 90 градусов вот в этой плоскости, а потом еще умножение на длину A. Вот как устроено в СИП. То есть синяя плоскость является вариантом подпространства для этого оператора, и в ней мы действуем так. Мы поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов, но когда смотрим со стороны вектора A, то есть у нас по часовой или против, зависит от того, с какой стороны мы на эту плоскость смотрим. Если мы встали на вершинку вектора A, значит, на конец вектора A, и смотрим эту плоскость, то поворот будет против часовой стрелки на 90 градусов, и при этом еще растяжение на модуль A. Вот так этот оператор действует в синей плоскости. То есть мы в итоге, у нас все пространство раскладывается в прямую сумму двух инвариантов. Это прямая натянутая на A и ортогональное дополнение. На этой прямой мы действуем нулем, а здесь мы действуем поворотом и растяжением. То есть в итоге у нас действие такое, мы схлопываем все пространство на синюю плоскость с помощью ортогонального проектора, потом поворачиваем эту плоскость на 90 градусов, и потом еще делаем растяжение на модуль A. То есть если A был вектором длины 1, то это просто проекция на плоскость и поворот. Вот таким образом у нас устроена вот эта штука. То есть поворот на угол 90 градусов вокруг оси, связанной с вектором A, тогда должен задаваться следующим образом. Мы должны взять ортопроектор на прямую A, а ортопроектор на прямую A, это здесь следующее, AX на AA, и теперь, чтобы задать поворот, это сделаем так. Это AX, скорее всего, просто на длину A. А вот это уже будет поворот на угол 90 градусов вокруг прямой A. Ну вот в ту сторону, в которую показывают. Потому что вот эта штука, она наоборот действует нулем на синей плоскости, а значит вектор A переходит в себя, то есть она тоже действует на этой прямой. В итоге сумма, да, здесь я поделил на модуль A, чтобы убрать вот это растяжение. В итоге вот эта сумма вместе надает вам оператор, у которого вот эта есть неподвижная ось, а здесь у меня поворот на 90 градусов. Вот это геометрический смысл вот такой штуки. То есть как эта штука действует. Ну, еще, наверное, давайте так вот, есть ли сейчас вопросы по вот этой штуке? Да, в частности, что будет здесь ядром и образом, кстати, фи? Ядро фи — это будет линейная оболочка A, а образ фи — это будет ортогональное дополнение к А. То есть вот это геометрический смысл того, как вообще действует векторное произведение. Так, есть ли какие-то вопросы по этой части? Хорошо. Так, тогда... Сейчас я хотел что-то еще сказать. Можно вопрос? Да. Что будет, если... Ну, в общем, какой сопряженный оператор будет у вот такого? А, какой будет сопряженный оператор, это будет минус он. Ну, точнее, сейчас, это должен быть... Смотри, сейчас объясню. У нас есть вот это вот правило, что A, B, C, если я возьму вот так, векторное, и сделаю скалярное, это будет то же самое, что A, B, C, и вот так, векторное. То есть теперь надо просто здесь буквы X расставить правильно. значит... 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 Ну, я сделаю так, что получается A, X скалярно на Y равняется X скалярно A на Y. Вот верно, вот это равенство. Когда мы видим, что вот тут у нас в точности стоит тот оператор, который мы хотим, это FI. Тогда вот это, это будет в точности FI со звездочкой. То есть, так как у меня не коммутативно, вот, ну и это, да, это будет минус FI получается. Потому что XA это в точности минус A. Окей, то есть это будет нормальный оператор, получается. Получается, да. это получается минус FI. Да, прикольный вопрос. Я про это просто даже не задумывался. Про токов, будет он нормальным или нет. Вот. Ну, то есть, фух, ну, то есть, да, получается, ну, а что это такое? То есть, мы так же схлопываем, поворачиваем на 90 градусов, а потом еще делаем симметрию в плоскости. Ну, то есть, вот этот вектор, он повернется направо. То есть, это будет поворот просто в обратную сторону. То есть, это проектирование и поворот в обратную сторону. То есть, потому что если, так как из-за того, что есть поворот на угол 90 градусов, то вот этот минус FI, это по сути вот что означает, что я просто повернул в другую сторону тоже на 90 градусов. То есть, я так же спроектировал все, а потом повернул в обратную сторону на 90 градусов. Вот. Так, хорошо. Ну, и, видимо, а, все, я снова, что хотел сказать, но, видимо, мы особо сейчас должны закончить. Я не знаю, просто если есть еще вопросы, наверное, лучше на них отвечу. Просто могу сказать, что еще вот какая есть задача. Сейчас. Посчитать. там какое-нибудь векторное произведение AB и CD ой, скорее, таких векторов произведения, оно там сводится к определителю 2 на 2 от AC AD BC BD Вот там какая-нибудь такая задача на векторное произведение. Докажите, что вот там, скорее, таких двух векторов произведения, равно вот таком. Ну и давайте сразу за спойлерю, как это делается. Это делается с помощью BATS минус ЦАП. То есть вы берете вот такую штуку. А дальше вы просто скалярно умножаете это на вектор D, ну, с точностью до переобозначения порядков, с которым у меня тут все это написано, что правое превратится вот в этот определитель, а левое при переносе скалярного произведения превратится вот в такую штуку. переносе в векторное произведение на D, то есть внешнее A на D перейдет сюда, ну и тут превратится вот это с точки до переобозначения букв. Вот еще такую вещь, куда вы показали. Ну и еще, как обычно, в трехмерном пространстве, когда вы что-то там считаете, очень часто полезна такая вещь, что когда вы доказываете какие-то равенства на векторное произведение со скалярным, просто смотришь, что левая и правая часть, они линейны по всем координатам, поэтому достаточно считать, что A, B, C — это базисные векторы, это одно соображение, которое полезно использовать. А второе соображение, которое полезно использовать, это такое, что когда у вас есть какие-то векторы произвольные в трехмерном пространстве, вы всегда можете сделать так, вы можете выбрать E1 вдоль первого вектора, E2 в плоскости первого и второго вектора, ну а E3 уже просто ортогональным, ну и оно выбирается обычно как векторное произведение E1, E2. Ну и тогда, если вот это ваши векторы V1, V2 и V3, то в этом новом биосе V1 имеет только первую координату, ненулевую, V2 имеет две координаты, ненулевые, ну а V3 он уже произвольный. Ну вот обычно подобные трюки позволяют уменьшить перебор, свести к более простым вычислениям и так далее и тому подобное. Ну это было более-менее все, что я хотел сегодня рассказать. Мы тогда более-менее совсем разобрались, если есть какие-то вопросы, вы говорите. Спасибо. 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 Спасибо.